Здравствуйте! Это Актуальное интервью. Я Татьяна Черемкина. Уникальный журнал «Наука и техника» в Якутии, в котором ведущие ученые в доступной форме рассказывают о научных достижениях, экспериментах, гипотезах, отмечают в этом году свой 15-летний юбилей. Сегодня гость нашей студии, главный редактор журнала, заместитель директора Института мерзлотоведения, доктор геолога минералогических наук Виктор Васильевич Шапилев. Здравствуйте, Виктор Васильевич! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, с самого начала, как возникла вообще идея создания такого научно-популярного журнала? Ну, я хочу сказать, что идея витала давно. Еще в 70-е годы была попытка создания такого журнала, но все-таки не получилось. Но трудности создания таких журналов, в общем-то, связаны даже не столько с финансовыми проблемами, с ориентированными проблемами, сколько с трудностью самого жанра научно-популярной литературы. Все дело в том, что здесь должны быть сбалансированы доступность изложения научных результатов и с их достоверностью. Когда вот этот баланс есть, то это великолепное получается издание. Но такого баланса достигают очень редкие научно-популярные издания, но тем не менее такие есть. И вот по мнению выдающихся ученых отечественных и мировых, именно такие издания представляют собой, в общем-то, кристалл, в общем-то, сути научных исследований и их результатов. В 2000 году, где-то в августе, по-моему, или в начале сентября, Михаил Ефимович Николаев тогда был президентом республики. Он собрал научную общественность у себя в правительстве. Ну, там различные проблемы ставились перед наукой. Ну, и в конце вот этого разговора, значит, поднялся вопрос, ну, я поднял этот вопрос и говорю, вот хорошо бы издать, Михаил Ефимович, научно-популярный журнал у нас в республике. Ему эта идея, в общем-то, понравилась. Он говорит, хорошо, давайте продумаем. И вот ваш институт пускай возьмется за это дело. Продумает, как, что, какое направление, какое содержание, каков должен быть состав редколлегии и так далее. Ну, значит, было поручение, это запротоколировано было, поэтому поручение президента надо выполнять. И в феврале 2001 года, значит, было совместно заседание президиумов Академии наук республики и Якутского научного центра, и Якутского университета, тогда еще был Якутский университет, именовался. Вот, на котором было, значит, рассмотрено вот это поручение президента республики. И, значит, поручено мне сформулировать, значит, название журнала, наметить редакционный состав и основную рубрикацию. Значит, все это было сделано. И в конце декабря, значит, вот 2001 года вышел первый сигнальный номер журнала. Ну, и после этого, значит, мы начали работать. И с тех пор вы бессменный главный редактор этого журнала. И вот спустя сразу 7 лет журнал был удостоен знака «Золотой фонд прессы». Я знаю, что он вошел в тридцатку лучших научно-популярных журналов России. Да, да. Это же очень такое признание. Да, там по бальности, в общем, мы в номинации научно-популярной литературы, значит, в этом конкурсе участвовали. И набрали 48 баллов из 50. Это расположились совместно с такими журналами, как «Наука и жизнь», «Знание, сила». «Природа» и так далее. То есть, вот такие. Виктор Васильевич, еще долгое время же журнал «Наука и техника в Якутии» был единственным подобного рода журналом вообще в Сибири. Ну да, когда вот начали мы выпускать этот журнал, естественно, мы рассылали его по всем научным учреждениям Сибири и Дальнего Востока. Естественно, в Сибирское отделение. И в Сибирском отделении понравилась идея, понравился журнал. И было сказано, что раз Якутский научный центр Якутии выпускает такой журнал, почему бы нам не выпускать? И в Новосибирске через некоторое время стал выпускаться аналогичный, ну не аналогичный, немножко по-другому построен, научно-популярный журнал «Наука из первых рук». Так что мы дали толчок в появлении таких научно-популярных журналов. Виктор Васильевич, ну журнал, понятно, что он ведь рассчитан не только на научную общественность, а на самый широкий круг читателей. Скажите, пожалуйста, а где читают этот журнал? Ну журнал читает, во-первых, он во все институты идет Якутского научного центра, в Академию наук Республики, в Северо-Восточные федеральные университеты. Ну это как учредители, естественно, Министерства науки и образования, образование науки, как сейчас называется, министерство. Вот мы рассылаем его, значит, есть обязательно рассылка, там, значит, Винети, это Всероссийский научно-технический институт научно-технической информации, там 16 экземпляров. То есть около 90 экземпляров мы рассылаем только за пределы Якутии, но он распространяется и с 2004 года по подписке. Выписывают его около 20 лусов Республики, но в основном, мне кажется, что это выписывают школы, библиотеки. И за рубежом, я знаю, даже читают этот журнал. Но с 2005 года у нас начинается электронная версия этого журнала, и как только появилась электронная версия номеров журнала, сразу же количество читателей увеличилось в разы. Начали читать и в Москве, и в Петербурге, и в Иркутске, и в Новосибирске. И обратная связь, наверное, у вас есть с читателями? Да, очень большая переписка с читателями. Вот какие читатели можно провести. Причем такие очень позитивные. Например, из США. Значит, где-то тут было у меня... Ну, не важно. В общем, там говорят о том, что даже не ожидали, что в Якутии может издаваться такой журнал. Скажите, а какие наиболее популярные рубрики у этого журнала? Рубрики вызывают наибольший интерес у читателей? Рубрики очень большие. Где-то около 36 рубрик. Но они не постоянные, но они не в каждом номере, там, через номер. Ну, вот такие рубрики, как результаты фундаментальных исследований, наука производства, современные технологии. Вот такие рубрики, конечно, читают очень многие. Вести из экспедиции лаборатории. Экологическая страница, очень интересная рубрика. Связь временная, это вот история, значит, и науки, и вообще история изучения Якутии. Жизнь замечательных идей, международной связи, есть такая рубрика. Совещание конференции, научная смена, очень популярная рубрика, почти в каждом номере она. Советы специалисты, где вот ученые, инженеры дают советы. Выдающийся деятель науки и техники в Якутии, это тоже очень интересная рубрика. Наш лекторий по различным направлениям. Алмазная азбука, Якутия все-таки алмазная республика, поэтому вот история алмаза, специфика алмаза, уникальность алмаза, вот все тут, его применимость. Значит, занимательная наука есть, рубрика. Музей-заповедники Якутии. Занимательное краеведение, гипотезы и предложения, искусствоведение, медицина и здоровье. Ну, в общем, вот такие, очень много рубрик. Не наука единая. Скажите, а редакторский состав, он большой? Редакторский состав большой, но он у нас изменяется, потому что те члены редколлегии, которые не работают, мы помаленечку заменяем более активными. Ну, где-то около 20 человек, значит, функция членов редколлегии какая? Значит, подыскивать интересные материалы, присылать в редакцию, ну и самим писать, естественно. Вот, ну и кроме того, по профилю, значит, специальности редакторов, членов редколлегии, мы им посылаем на рецензирование отдельной статьи. То есть их функция отбор статей, поиск интересных авторов и редакция, вот, научная редакция статей. Ну, действительно, наверное, главная сложность это добиться вот доступности, чтобы это было интересно самому широкому кругу читателей, потому что, ну, действительно, ученые, это очень специфично все, очень много терминов, очень много непонятного для обывателя, да, и вот в этом, наверное, самая большая сложность. Скажите, пожалуйста, а еще какие проблемы вот испытывает журнал на сегодняшний день? Я знаю, что в прошлом году, да, премьер-республика как раз говорила о том, что журнал должен выйти на качественно новый уровень. Что имелось в виду? Ну, имелось в виду то, чтобы у журнала не было проблем. Ну, а проблема номер один, это, по сути дела, журнал делается на энтузиазме. Нет ни одного штатного сотрудника у нас. То есть, ну, какая-то доплата там буквально рублевая, мы тем, кто помогает нам, делаем, но это мизерная доплата, там, в год 15 тысяч, допустим. Ну, что это, а это разве деньги? Вот. А приходится все самим делать. Это и поиск авторов, и научная редакция, техническая редакция, верстка, дизайн и так далее. Поэтому из 15 лет, 14 лет я вот ставлю этот вопрос о том, чтобы хотя бы одну штатную единицу, хотя бы ответственность секторя журнала, чтобы как-то всю корреспонденцию вести себе. Приходится и мне, в общем, заниматься этими делами. Вот. Отказа не было вот в этой просьбе. Да, будем пытаться. И вот 14 лет пытаемся. Отказа не было, ну и движений никаких тоже нет, и изменений нет такого. Надо ли понимать, что вы этот журнал издаете на собственные средства? Ну, 15 тысяч в год, это, конечно же, сумма такая. Да, ну, на собственные средства, это, в общем-то, институт Минутоведения. В основном я благодарен руководству института, что он поддерживает этот журнал. А периодичность издания? Периодичность два раза в год. Летний выпуск, июльский, и зимний. Скажите, пожалуйста, вот вы собираетесь отметить юбилей своего журнала. Как вы предполагаете это сделать? Ну, мы вот уже выпустили такое приглашение, значит, что 9 июля в 15 часов состоится круглый стол о роли научно-популярных изданий в развитии современного общества, которая будет посвящена 15-летию журнала «Наука и техника» в Якутии. Состоится 9 февраля в 15.00 в здании Института Минутоведения. Я вот приглашаю вас посетить этот круглый стол. На этом круглом столе мы будем говорить не только о нашем журнале вообще, а о роли научно-популярной литературы, научно-популярной переводики. Ведь функции ее очень большие. Это не только просветительская функция. Хотя просветительская функция, по сути дела, это тоже очень большая работа. Как говорил Тургенев в свое время, что быть в курсе главных научных событий, открытий – это долг каждого образованного человека. Без этого подчеркнул он, что и мир нравственный, и мир политический, и художественный, и интеллектуальный будет восприниматься не совсем правильно и верно. Но кроме просветительской функции есть еще информационная функция, материалы, информации в журналах. Я еще подчеркнул, что все номера журнала имеют электронные варианты. Они выставлены на сайте журнала. Спасибо. И пользуются вот этими журналами. Спасибо. Я благодарю вас за это интервью. Спасибо большое. Еще раз напомню, что гостем в студии был главный редактор журнала «Наука и техника» в Якутии Виктор Васильевич Шепелев. На этом мы заканчиваем. Всего доброго.